А над лестницей каменный дюк протянул руку и тычет в приезжего пальца. Меня звали дюк лиси Дерешелье, в комнате со всех концов и пловы, сколько собралось народом, чтобы выстроить один город. Отрывок из романа «Пятеро» Владимира Зеева-Жебатинского. Памятник дюку Дерешелье был открыт в 1828 году. Это первый памятник, установленный в городе Одессе. Сделан он по заказу графа Михаила Семеновича Воронцова, знаменитым скульптором Иваном Петровичем Мартасом. Представляет он собой дюк Дерешелье в римской тоге, а внизу три горельефа, символизирующие плодородие, торговлю и правосудие. Интересным является тот факт, что Фемида изображена у нас без традиционной повязки на глазах. Рядом с памятником ранее находилась пушка, которую благополучно украли. Ну и Одесса не была бы Одесса, если бы сам дюк был похож на себя. Ведь согласитесь, он нам больше напоминает императора Гая Юлия Цезаря, нежели самого дюка. Искусствоведы полагают, что это связано с тем, что Мартас был неважным портретистом и черпал свое вдохновение из античности. Во время Крымской войны англо-французская эскадра обстреляла город и порт. Памятник, к сожалению, сильно пострадал. И об этом событии нам напоминает стилизованная чугунная заплатка в форме пушечного ядра. О памятнике Дюку де Ришелье мы с вами поговорили, а вот Арман Эммануэль Дюплеси де Ришелье заслуживает отдельного видео. Поэтому я вам говорю, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!